На просторах Марса в одном из самых загадочных регионов исследовательский марсоход НАСА обнаружил нечто, что вызвало переполох в научных кругах — объекты, напоминающие человеческий череп. Это открытие стало настоящей сенсацией и зародило множество вопросов. Как такое возможно на Красной планете? Ученые по всему миру активно обсуждают эту находку, и в центрах управления полетом царит бурное возбуждение. Ведь Марс всегда славился загадками, оставляющими место для догадок и теорий. И эти новые снимки, еще больше интернет бурлил, привлекают внимание не только ученых, но и просто любителей космоса. Теперь, когда мы на пороге разгадки новой космической тайны, именно время определит, насколько глубока эта кроличья нора. Но как именно НАСА удалось получить эти уникальные снимки? Какие детали становятся ясными, когда мы рассматриваем мельчайшие пиксели этих изображений? Ответы на эти вопросы открывают следующую, не менее интригующую главу нашего космического повествования. Отправленные марсоходом снимки оказались настоящим подарком для ученых и исследователей по всему миру. Каждый кадр – это часть мозаики великой загадки, покрывающей Красную планету. Увеличенные до мельчайших деталей, эти изображения позволили рассмотреть объект, вызывающий такую бурную дискуссию в научных кругах. На каждом снимке каждый пиксель мог содержать истинное научное открытие. Профессоры и стажеры одновременно вглядывались в экраны мониторов, исследуя предполагаемый человеческий череп с разных сторон. Сложные алгоритмы позволили рассмотреть объект в более высоком разрешении, выделив мелкие детали, которые могли бы пролить свет на природу этой находки. Каждый угол, каждая тень были проанализированы, чтобы исключить вероятные ошибки и интерпретации. Уже ясно, что объект является собой нечто загадочное и неоднозначное. Но достаточно ли доказательств, чтобы сделать уверенное заключение? Или этот артефакт может быть игрой света и тени, разновидностью обычного камня или марсианской горной породы? Именно эти вопросы витают в умах многих, ожидая, что следующая разгадка принесет еще большее понимание этой второй планеты от Солнца. И держа это в голове, мы обратимся к мнениям ведущих ученых и экспертов, чтобы окончательно расставить точки над И. Среди ученых началась оживленная дискуссия, когда изображения предполагаемого черепа стали доступными для всеобщего обозрения. Одни из наиболее уважаемых астрофизиков и геологов засомневались в правдоподобности этой находки, ссылаясь на множество известных оптических иллюзий, которые Марс уже предлагал исследователям ранее. Однако некоторые представители научного сообщества, далекие от предвзятости, заявляют, что ни одна версия не должна быть отклонена без тщательного рассмотрения. Они утверждают, что мы обязаны учитывать все возможные исходы, включая невероятность. Многие эксперты обратили внимание на уникальные почвенные составы и условия Марса, которые могли бы привести к формированию подобных объектов, но, безусловно, не человеческого происхождения. Между тем обсуждаются и другие причины, включая неизвестные процессы эрозии или давления ветров, создающих иллюзии, связанных с человеческими черепами форм. Каждый ученый пытается отстаивать свое мнение, представляя данные и критерии, которые кажутся наиболее вескими. Со временем беседы накаляются, открывая новые горизонты для многовекового желания разгадывать тайны космоса. Столкновение мнений рождает новые идеи и гипотезы о том, что еще скрывает в себе Красная планета. Но по мере того, как споры продолжаются, вопросы не уменьшаются, их становится только больше, и каждый из них стремится к ответу. Возможно, именно исторический контекст исследований Марса сможет пролить свет на происходящее и внести ясность в обострившуюся научную дискуссию. Исследование Марса является источником вдохновения и волнения для человечества на протяжении десятилетий. Начиная с первых наблюдений астрономами, когда Марс представлялся лишь маленькой красной точкой в небесах, и до сегодняшних амбициозных миссий по его изучению. Каждая новая веха в исследовании этой планеты приносила удивительные открытия и поднимала все больше вопросов о ее прошлом и настоящем. Развитие технологий позволило сначала отправлять спутники на орбиту, а затем и марсоходы, чтобы подробно изучать поверхность и атмосферу Марса. Каждый запуск миссии сопровождался надеждой найти хоть малейшие признаки жизни или воды, которые могли бы указать на возможное наличие прошлой или настоящей биологической активности на Красной планете. Эти исследования важны не только для понимания Марса, но и для разгадки более широких космических тайн о том, насколько распространена жизнь в нашей галактике. С каждым шагом ученые преодолевали новые барьеры и раскрывали все больше марсианских тайн. И именно в таком контексте нынешняя находка, предположительно напоминающая череп, приобретает особую важность. Она может послужить катализатором для еще более глубокого анализа и, возможно, стать отправной точкой для пересмотра наших представлений о жизни вне Земли. Но прежде чем это произойдет, нам предстоит разобраться во множестве загадок, оставленных нам самой Красной планетой, и узнать больше о таинственных процессах, которые на ней происходят. Марс всегда был окутан тайными загадками, которые продолжают заставлять ученых ломать голову. К примеру, странные обломки, которые время от времени появляются на снимках поверхности, вызывают у исследователей массу вопросов относительно их происхождения. Откуда они взялись? Возможно, это следы древних процессов, которые происходили на планете в далеком прошлом. Другая аномалия, не оставляющая равнодушными ученых, это марсианские каналы и темные линии, которые иногда возникают после сезонных изменений. Эти образования заставляют предполагать возможность прошлых рек, которые могли течь по поверхности, указывая на наличие жидкой воды в далеком прошлом. Однако обнаружить точные доказательства пока не удалось. Но, пожалуй, самая загадочная из всех тайн – это возможность наличия жизни. Каждый найденный минерал, каждая странная формация наполняет умы ученых мыслями о возможности существования биологических организмов в суровых марсианских условиях. По мере погружения в эти вопросы и нахождения новых данных нас может ожидать еще больше открытий. И с каждым шагом по направлению к следующему сюрпризу одна вещь становится ясной. Марс еще не раз удивит нас. Как часто мы видим то, что хотим увидеть, особенно когда дело касается таинственного Красной планеты? Однако, что если таинственный череп, обнаруженный в марсианских песках, на самом деле просто игра света и тени? Марс со своими пылевыми бурями и неумолимым солнечным светом обладает множеством факторов, способных создавать необычные оптические феномены. Совсем недавно истории о таемых лицах на Марсе пользовались, чтобы захватить воображение людей. Эти иллюзии часто появляются из-за сложных взаимодействий между формой ландшафта, его освещением и углом съемки. Может быть и этот предполагаемый череп. Просто подобный феномен, где все сошлось таким образом, чтобы ввести в заблуждение даже самых опытных исследователей. И все же, даже если этот череп всего лишь иллюзия, такие находки вновь поднимают волнующие вопросы о нашем стремлении найти признаки жизни на других планетах. Путаница между реальностью и иллюзией связывает нас с более глубокими вопросами исследований космоса. И, возможно, именно подобные феномены могут однажды просветить нас на удивительные открытия. И пока ученые ищут четкие ответы, некоторые считают, что разгадка этой тайны может быть связана с более мистическими теориями, которые лишают спокойного сна многих скептиков. На протяжении многих лет теории о древних цивилизациях на Марсе питают интерес ученых и энтузиастов. Представьте себе древний Марс, живущий, цветущий, со множеством цивилизаций. Эти цивилизации могут быть теми, кто оставил следы на поверхности планеты, о которых мы только можем догадываться. Некоторые считают, что следы существуют в виде обломков, которые мы принимаем за природное образование. Вдохновленные картами Ватикана и рассказами об Атлантиде, исследователи убеждены в существовании развитых цивилизаций на Марсе, которые могли использовать передовые технологии. Эти предположения рождают удивительные истории о марсианах, которые могли путешествовать по галактике, включая Землю, и даже контактировать с древними людьми. Возможно ли, что эта связь проявляется в нашей культуре и архитектуре? Однако невозможно обойти скептицизм, ведь у каждого довода есть сильные противники, решительно отстаивающие свой научный реализм. И пока скептики приводят разумные контраргументы, мечтатели продолжают выстраивать истории о том, что скрывает Красная планета. Тайны Марса, возможно, ждут нас на каждом шагу, хотя ни один из них не обходится без вызовов научного восприятия. Но каким образом связаны эти теории с концепцией человеческих колоний в космосе и какие еще сюрпризы для нас приготовил Марс? Идея о том, что люди могли жить на Марсе в древности, вызывает как воодушевление, так и скептицизм. Представьте себе, древние цивилизации, обладающие знаниями и технологиями, позволяющими освоить другую планету. В недавние десятилетия эта мысль не только возбуждала воображение фантастов, но и становилась предметом научных дебатов. Некоторые теоретики предполагают, что столкновение или массовый катаклизм на Земле могло вынудить ранних людей искать убежище на Марсе, обосновывая это возможными следами человеческой деятельности, найденными среди марсианских рельефов. Ведь источники документальных артефактов из древнейших культур Земли иногда содержат наборы символов и знаков, которые, по мнению исследователей, могут указывать на их внеземное происхождение. Но можем ли мы всерьез рассматривать это как доказательство проживания людей на Марсе? Скептики утверждают, что подобные теории основаны лишь на догадках и неточностях в интерпретации данных. Однако каждое новое открытие на Красной планете может изменить наше представление о древней межпланетной миграции. Как бы удивительно эта гипотеза не звучала, она открывает интересные перспективы для дальнейших исследований и может проливать свет на наше космическое будущее. Какие технологии помогли бы таким поселениям выжить в суровых условиях Марса? Переходя к обсуждению современных технологий, которые продвигают наш путь в межпланетное будущее, мы находим все больше аналогий и возможностей. Подготовка и организация миссий на Марс требуют от ученых и инженеров разработки новейших технологий, которые сделали бы исследования Красной планеты не просто возможными, но и успешными. Одной из ключевых техник стала разработка марсоходов, каждое колесо которых способно маневрировать в сложных условиях марсианского рельефа, чтобы собирать ценную информацию и передавать ее на Землю. Инновационные камеры, установленные на марсоходах, играют решающую роль в получении четких изображений поверхности, а встроенные аналитические инструменты помогают идентифицировать различные минералы и компоненты марсианской почвы. Еще одним аспектом является межпланетная связь. Налаживание стабильного канала передачи данных между Землей и Марсом – это ключевой элемент успешной миссии. Благодаря спутникам, вращающимся вокруг Марса, данные передаются на Землю с минимальными потерями и задержками. Это позволяет ученым своевременно анализировать всю полученную информацию. Нельзя не отметить и вклад технологии искусственного интеллекта. Алгоритмы помогают в первичной обработке данных, среди которых могут скрываться те самые уникальные находки, вызывающие столько шума и дискуссий. Но эти достижения – лишь начало. В следующем разделе мы обсудим, какие инновации ожидаются в будущем и как они могут изменить наши представления о соседней планете. Будем ли мы когда-нибудь способны отправиться в путешествие на Марс, чтобы исследовать его воочию? Ответ кроется в следующем шаге на пути к космическим открытиям. Будущее исследование Марса захватывает воображение ученых и инженеров по всему миру. В ближайшие десятилетия планируются миссии, которые смогут изменить наш взгляд на эту загадочную планету. Одной из таких миссий является проект по отправке людей на Марс, который, возможно, станет самым амбициозным исследовательским предприятием 21 века. Сложности, связанные с этой задачей, колоссальны – от создания безопасных систем жизнеобеспечения до обеспечения успешной доставки и возвращения экипажа. Кроме того, планируются миссии для более детального изучения геологии и атмосферы Марса, что может привести к революционным открытиям о его истории и потенциале для поддержания жизни. В этом контексте особенное значение имеет бурение вглубь поверхности, что может предоставить информацию о возможном наличии подземных водных источников или даже жизни. Еще одна важная цель будущих миссий – это постройка долговременных баз, которые станут платформами для дальнейших космических путешествий. Такие базы позволят проводить обширные исследования на месте и тестировать технологии автономной жизни на другой планете. Время покажет, какими удивительными результатами обернутся эти амбициозные проекты. Одно очевидно – Марс продолжит быть в центре внимания, вдохновляя нас на все новые свершения. Что ждет нас за горизонтом? Только будущее знает ответ, но перед нами открывается новая эра в изучении космоса, полная невероятных открытий.